Первая железная дорога в Болгарии была открыта 7 ноября 1866 года. Она была построена британскими инвесторами в тогда еще Османской империи, европейской ее части, поскольку Болгария обрела независимость позже. Это была железная дорога между городами Руссы и Варна, длиной 223 километра. А, да, привет. Вот я билетики смотрю на поезд. Дело в том, что я давним-давно планировал сделать ролик про поезда в Болгарии. И вот сейчас как раз эта возможность мне и выдалась. Мы едем в поезде. Это, кстати, даже не скорый поезд, а пассажирский, то есть аналог электрички. И на удивление, вагоны не самые паршивые. Вот об этом всем в этом ролике мы и поговорим. Какие здесь в Болгарии вообще поезда, какие билеты, какая стоимость, куда мы едем, куда мы часто ездим. Какие вообще здесь можно увидеть места красивые из окон. И так далее. Поэтому, если вам интересно... Очень! Оставайтесь до конца. Так как сразу после заставки мы начинаем. Харьковский Болгарин с вами. Итак, вернемся к краткой исторической справке. После освобождения от Османского Ига, Болгария стала строить железные дороги на своей территории гораздо активнее. Как частными, так и государственными инвесторами. В период с 1888 по 1909 большая часть частных железных дорог была выкуплена государством. В 1895 году был принят закон, стандартизирующий железные дороги в стране. Согласно этому закону, основные железные дороги строились с кольей 1435 мм, являющейся стандартной для большинства стран Европы. Второстепенные же пути строились узкоколейными. С шириной кольей 750-800 метров. При социализме наступил расцвет железных дорог как транспорта. Тогда железные дороги строились, модернизировались и поддерживались самым лучшим образом и с большими капиталовложениями. Подвижной состав своевременно обновлялся. Даже были двухэтажные вагоны, линии электрифицировались, а время в пути из одного города в другой постоянно сокращалось, так как средняя скорость движения поездов увеличивалась. Единственным оператором железных дорог была государственная компания «Болгарский Державний Железниц» или сокращенно БДЖ. Во второй половине 20 века болгарские железные дороги по праву считались современным и даже престижным видом транспорта. Многие пассажиры предпочитали путешествовать между городами именно на поезде, а не на автобусе. Но пришла цветущая демократия и болгарские железные дороги закономерно пришли в упадок, как это всегда происходит при реставрации капитализма. Поскольку рыночек порешал, что теперь рентабельно, а что нет. И чтобы не быть голословным, я вам не только расскажу об этом, но и покажу. Прежде всего, были закрыты и впоследствии полностью демонтированы некоторые железнодорожные линии, особенно узкоколейки. Такие как Червенбряк-Уряхово или Бургас-Поморье. Полностью перечислять все закрытые участки не стану, так как это видео не исторический справочник. Также была полностью убрана такая категория поездов, как экспресс. Теперь в Болгарии всего две категории поездов, скорые и пассажирские. Поскольку БДЖ не соответствует требованиям Европейского Союза по средней скорости не менее 100 км в час для экспрессов, курсирующих по Западной Европе. Именно поэтому национальный железнодорожный перевозчик Болгарии вынужден сменить категорию с экспресса на скорый поезд. Так, в 80-е годы прошлого века существовал экспресс, который связывал Софию с Черным морем за 5 часов. Это был экспресс София Бургас по имени Чайка, который шел по так называемой подбалканской железной дороге. После реставрации капитализма железные дороги стали постепенно приходить в упадок и долгие годы не поддерживались должным образом. Но справедливости ради, в последние годы в основном на средства Евросоюза в стране стала проводиться частичная модернизация ключевых и важных железных магистралей. После такой частичной модернизации некоторых участков подбалканской железной дороги удалось снова запустить Чайку, но уже с обозначением его просто как скорый поезд. Он добирается до Бургаса за 5,5 часов, в дни, когда не опаздывает и идет по графику. Но это довольно редкое явление, так как сейчас болгарские пассажирские поезда довольно часто идут не по графику, с небольшим, а то и вовсе довольно значительным опозданием. Но об этом поговорим чуть позже в ролике. Становится понятно, что этой частичной модернизации все равно недостаточно для того, чтобы восстановить железные дороги в полной мере. Сама национальная компания БДЖ, ранее прямо подчиняющаяся Министерству транспорта, была разделена на два независимых акционерных дружества – БДЖ-ЭАД и НКЖИ-ЭАД, что расшифровывается как «Национальная компания железнодородная инфраструктура». Первая компания отвечает за продвижной состав и перевозку пассажиров, а вторая – за состояние путей. На данный момент количество сотрудников БДЖ составляет около 17 тысяч человек, примерно столько же, сколько было в 1936 году. За период с 1990 по 2005 годы наблюдалось серьезное снижение активности железных дорог. На 67% меньше перевезенных пассажиров, на 70% меньше пассажира километров, на 68% меньше количество перевозимых грузов, на 63% меньше тонны километров. Подвижной и тяговый состав, равно как и вокзалы и станции, постепенно устаревают и изнашиваются, а новыми практически не заменяются. Подвижной состав – это отдельная боль, по крайней мере сейчас. Ранее новые вагоны и локомотивы активно и своевременно закупались в нужных количествах, особенно в период расцвета железных дорог Болгарии, то есть при социализме. Сейчас это практически не делается. Основная масса эксплуатируемых вагонов и локомотивов, сейчас это те, которые закупались в 70-х и 80-х годах 20 века, то есть им сейчас по 40-50 лет. И выглядят они, конечно же, соответствующе, из-за чего существующие два класса комфорта в поездах сейчас трудно различимы между собой. Подавляющая масса вагонов в Болгарии купейные с сидячими местами. В вагонах второго класса в купе по 8 мест, первого по 6, но вагоны, особенно кресла, грязные, засаленные, многое, что в вагонах не работает, как те же розетки, например. Вот так выглядит типичное купе первого класса болгарских поездов. Достаточно грязненько. Вагоны старые. Все очень плохо. Ремонт делался, но неизвестно когда. Ну и сами пассажиры дополнительно ко всему не относятся бережно к вагонам и зачастую ведут себя откровенно по-свински, разбрасывая мусор, шумя, распивая алкогольные напитки или куря сигареты, а также намеренно что-то портят и ломают, пачкают, закидывают ноги в обуви на кресло и так далее. Есть единичные вагоны отремонтированные, в основном это происходило на рубеже веков, то есть ремонту уже около 20 лет. В таких вагонах все еще что-то работает, например розетки или кондиционеры и они чуть чище, но используются такие вагоны далеко не на всех поездах, а на тех что фирменные. Где? Например на том же самом Чайка. Последние годы ремонтов вагонов снова занялись и уже есть несколько таких, которые используются в поездах, которые движутся преимущественно в южной Болгарии. Это как раз направление Софии в Бургас, через города Карлова или Пловдус. Но этого недостаточно и является каплей в море. В медийном пространстве постоянно всплывают данные о том, что Болгария готова закупить большую партию новых вагонов, чтобы повысить комфорт пассажирам. А как по мне это больше похоже на попытку освоить средства, предоставляемые Евросоюзом и упрятать по карманам местных чиновников. Поскольку Болгария маленькая страна, то подавляющее большинство поездов дневные и в среднем поездка составляет 3-5 часов. Поэтому в Болгарии не так распространены ночные поезда со спальными вагонами. Хотя они тоже есть. Они делятся на так называемые кушет-вагоны и на спальные вагоны. В первом случае в купе 3 койки, во втором 2. Вагоны для этих нужд в последние годы заменили. Они практически все новые. Используются для дальних по меркам Болгарии маршрутов из Софии в Варну или из Софии в Бургас. Ночной поезд преодолевает это расстояние примерно за 7 часов. Что вполне соответствует подобным привычным поездам на постсоветском пространстве. Популярны они преимущественно летом, во время курортного сезона, связанного с отпусками на море. Но на мой взгляд, альтернатива в виде самолетного перелета предпочтительнее, так как экономишь куда больше времени, а стоимость полета не намного выше билета в спальном вагоне. Особенно если учитывать, что в любом из этих случаев билет придется покупать заранее, хотя бы за месяц, чтобы не остаться без места. О моем отдыхе на Черноморском побережье Болгарии во время пандемии коронавируса и о том, как я туда добирался, вы можете посмотреть отдельное видео, которое я выпустил на своем канале. Ссылку на него я оставил в описании, а также вверху экрана только что появилась подсказка, нажав на которую, вы можете перейти на него. Что касается поездов пригородного назначения, пассажирских или просторечия электричек, то с ними все куда печальнее. Рижский вагоностроительный завод изготовил специально для Болгарии разновидность своих знаменитых электричек с повышенным комфортом R25, которая поставлялась в 70-х годах. Повышенный комфорт этих электричек заключался в наличии туалета в каждом вагоне, а также в установке мягких сидений вместо привычных всем нам деревянных. Было изготовлено 79 четырехвагонных составов, а в 90-х годах еще более новую версию R33, имеющую дверь и в середине вагона. До 1992 года было поставлено 6 четырехвагонных составов R33, которые, однако, были списаны в 2011 и 2012 годах по неизвестным причинам, и сейчас в массе своей болгарской электрички это именно что более старая версия, то есть R25, которым уже более 50 лет. Выглядят они, конечно же, соответствующие. Но, справедливости ради, стоит упомянуть, что примерно с 2005 года появилась программа по постепенной замене этих электропоездов новыми электропоездами семейства D-Zero, производства компаний «Сименс». Болгарские железные дороги стали заказчиком 15 составов по три вагона и 10 составов по четыре вагона. Заказ был выполнен в 2007-2008 годах. Еще столько же дизельных составов были закуплены. Однако этих составов все равно оказалось недостаточно для того, чтобы полностью покрыть нужды пригородного железнодорожного движения страны. Поэтому старые электропоезда R25 все еще в ходу. Все электропоезда Болгарии приводятся в движение от сети переменного тока 25 кВт. Кроме них, пригородное железнодорожное сообщение осуществляется также составами из обычных локомотивов и вагонов, чаще всего состоящих из одного-двух вагонов. Это или общие вагоны с сидячими местами, или все те же купельные. И некоторые из них встречаются в довольно приличном состоянии, как тот, что в начале ролика. Но это всегда по большому счету некая лотерея. Никогда не знаешь, какой именно вагон и в каком состоянии тебе попадется. Даже новые дизельные электропоезда «Сименс Дезеро» также практически все уже в запущенном состоянии. Разбиты стекла, поломаны розетки, сиденья. Кондиционеры не везде работают. Вагоны грязные внутри, а снаружи разошлываны граффити. На момент создания этого видео я нашел информацию о том, что уже 7 составов «Сименс Дезеро» выведены из эксплуатации, из-за непригодности и ремонту не подлежат. И это проблема всех вагонов в Болгарии. Казалось бы, достаточно лишь бережно эксплуатировать подвижной состав, вовремя осуществлять плановый ремонт и уборку, содержать их в закрытых от внешнего доступа ТЭПО, чтобы сохранить вагоны и локомотивы от вандалов. Ведь это не требует каких-то крупных капиталовложений. Но это, судя по всему, непосильная задача для БДЖ. Примерно то же самое с локомотивами. Подавляющее большинство локомотивов, эксплуатируемых болгарскими железными дорогами, это локомотивы серии 43-300, 44-300 и 45-300 производства «Шкода» в Чехии. Они производились также в 70-х и 80-х годах прошлого века. И многие из них до сих пор не прошли модернизацию. В описании к этому видео я добавил ссылки на полные списки этих локомотивов и нынешнее состояние. Кому интересно, можете глянуть. Последние пару лет Болгария закупила 15 новых локомотивов «Сименс Смарттрон», каждый из которых получил имя собственное в честь болгарских правителей, преимущественно средневековых. Но и они уже успели пострадать от некомпетентной эксплуатации сотрудников БДЖ. Половина из них уже засветилась в инцидентах разного рода, в основном в столкновениях с автомобильным транспортом и сейчас находятся в ремонте. Все это красноречиво свидетельствует об ужасном упадке болгарских железных дорог во время «Цветущей демократии». Утечка мозгов и специалистов, прекращение финансирования в должных размерах, некомпетентное управление компанией, эксплуатация подвижного состава, неповоротливость и недружелюбность к пассажирам привели к закономерной катастрофе общего состояния железных дорог Болгарии. Да, новые составы, как вагоны, так и локомотивы закупаются, какая-то часть модернизируется, также проходит частичная реконструкция самих железных дорог и вокзалов. Но все это делается в недостаточном количестве и качестве. И получается так, что уже буквально считанные годы после ввода в эксплуатацию того или иного подвижного состава или здания вокзала, они уже выглядят весьма поношенными, грязными, разбитыми и старыми. Вот видно, что станцию в селе Мадера сделали новой, передвинули и вот даже сделали подземный переход. Но, увы, им воспользоваться, наверное, не получится. Общее количество предоставления услуг по перевозке пассажиров постоянно снижается и оставляет желать лучшего. Из-за всего этого в последние годы наблюдается сильный отток пассажиров и перенаправление их к автобусным перевозкам или к личным автомобилям. Кто-то скажет, что не хватает эффективного менеджера, Масяйника, который в условиях конкуренции вывел бы железные дороги на новый уровень. Но если отталкиваться от того же капитализма, то зачем? Стремление к прибыли идет по пути наименьшего сопротивления. А в БДЖ очевидно, что необходимо приложить большие усилия, чтобы превратить компанию из убыточной в процветающую. Опять кто-то скажет, что нужно ее сделать частной. Ага, конечно, чтобы новый владелец объявил ее сразу же банкротом и распродал бы все за бесценок, набив себе этим карманы максимально быстро и эффективно. Наверное, поэтому государство все же боится приватизировать железные дороги, так как понимает, что это стратегическая инфраструктура государства. Как ни крути. Со своей стороны я признаюсь честно, что не знаю нужного рецепта, что и как нужно сделать, чтобы железные дороги в Болгарии снова пережили свой расцвет. Но очевидно, что евродотации и подобного управления на активность явно недостаточно. Позволю себе предположить, что необходимо поменять всю государственную систему, политико-экономический строй в стране, чтобы ситуация с железными дорогами изменилась к лучшему. На мой взгляд, на социализм. Но в обозримом будущем без явных подвижек и запроса со стороны общества это невозможно. Поэтому нам остается лишь наблюдать за дальнейшим увяданием некогда процветавших железных дорог в Болгарии. А что вы думаете по этому вопросу? Напишите об этом всем в комментариях. Ах да, я почти забыл поговорить о билетах и их стоимости. А также об удобстве расписания, приобретении билетов и всего, что с этим связано. Ну, скажу сразу, цены весьма демократичные. Но это закономерно, так как уже описанное состояние болгарских железных дорог явно бы отпугнуло и ту малую часть пассажиров, что остались. Приобретение же билетов оставляет некоторые вопросы. Например, мне непонятно, зачем до сих пор существует система с необязательной доплатой за место. То есть, покупая билет, вы не покупаете место в поезде. За него нужно дополнительно доплатить символические 50 статинок, чтобы получить место. Об этом необходимо каждый раз уточнять на кассе. Существует категория скорых поездов, в которых покупка места обязательна. А также при покупке билета в первый класс место также становится обязательным. Но это лишь малая часть всех билетов, которые приобретаются пассажирами, что довольно часто становится проблемой. Скажем, вы купили билет с местом, заходите в вагон, а оно уже занято пассажирами, которые купили билет без места. Это приводит к нежелательным разборкам и дискомфорту от поездки в поезде. Пошел нахер, мальчик! На мой взгляд, нужно раз и навсегда отказаться от практики продажи билетов в скорые поезда без места. И сделать их все по умолчанию с местом, включив это в цену билета. Это приведет, в свою очередь, к тому, что прекратится практика продажи билетов свыше количества мест в вагонах. Если в последние годы это не так критично из-за оттока пассажиров, то еще каких-то 15-20 лет назад это могло стать существенной проблемой. Помнится мне, как в августе 1999 года я с друзьями собрался поехать из Плевена в Варну, чтобы наблюдать полное солнечное затмение, которое наблюдалось 11 августа на территории всей Европы. А в Болгарии можно было наблюдать с Черноморского побережья севернее Варны. Мы решили поехать ночным поездом, в надежде, что пассажиров будет меньше. Ну и купили билеты на скорый поезд в вагон 2-го класса, не приобретая места. Оказалось, что мы жестоко ошиблись, так как пассажиры в вагонах ехали стоя. Не только во всех купе, но и в коридорах и тамбурах вагонов. А туалетом было не протиснуться. Наша компания из пяти человек стоя проехала все пять часов, пить в шлюзе тамбуров между вагонами. В туалет же мы ходили на месте, просто повернувшись к остальным спинам. Ведь до поездки нами было выпито немало пива. Пардоньте. При покупке билета на сайте можно выбрать место, так как сайт показывает тип вагона и расположение мест. Однако и это не гарантия, что вам попадется именно такой вагон. Пока это видео находилось в производстве, мне понадобилось съездить в провинцию на поезде, и я специально купил билет себе онлайн, выбирая на сайте определенный поезд и место в вагоне, чтобы иметь чуть больше шансов на более-менее комфортную поездку. Но когда я уже садился в поезд, то вагон оказался другим. Я рассчитывал на восстановленный общий вагон первого класса, о которых я говорил в ролике ранее. Меня же ждало разочарование в виде обычного старого купейного вагона первого класса. Не самый чистый вагон и без кондиционера. На вопрос кондуктору, почему вагон оказался другим, она развела руками и ответила, что подали какой был. И согласилась со мной, когда я констатировал, что БДЖ в полной жопе. Касаемо расписания, то из-за постоянного снижения пассажиропотока количество поездов также стало сокращаться. А количество вагонов в составах уже давно не превышает 4-5 вагонов, а чаще и вовсе по 3. Исключением является лето, когда увеличивается количество желающих поехать на море. Тогда количество вагонов может увеличиваться до 7-8. Количество же скорых поездов по магистральным направлениям сократилось до 3-4 в сутки с большими интервалами между ними. И на этом фоне становится весьма странным на первый взгляд, как эти редкоходящие поезда успевают еще и опаздывать. Но если вспомнить все вышеописанные проблемы с изношенностью подвижного состава, а также самих путей, то ничего странного в этом нет. Все весьма закономерно. Вот сейчас стоим, ждем поезд, который опаздывает на 70 минут. Наш поезд из торговища в город Шуме. Все это произошло почему? Потому что было повреждение какого-то вагона. Какое конкретно повреждение на сайте железных дорог не написано. Из-за этого поезд отправился на 83 минуты позже. В режиме онлайн на сайте железных дорог можно отслеживать поезд. И сейчас он уже немного нагнал. Его отставание состоит всего 70 минут. В ближайшие 20 минут он должен прибыть. Если он больше не будет задерживаться, но у него на пути нет никаких больше остановок, то значит он прибудет через 20 минут сюда в торговище. Но несмотря на это, Болгария оказалась одна из первых стран, которая ввела в эксплуатацию единую европейскую систему управления движением поездов, так называемую ETCS, что расшифровывается как European Train Control System. Что он сказал? Это комплекс единых стандартов железнодорожных систем автоматики, телемеханики, связи, сигнализации и управления, призванных для осуществления беспрепятственного и безопасного железнодорожного сообщения на европейском континенте. Благодаря ей можно каждому желающему на сайте БДЖ следить в реальном времени за движением каждого пассажирского поезда и заранее знать, насколько опаздывает тот или иной состав. Это довольно удобно, я вам скажу, и может помочь вам в планировании той или иной поездки в рамках ближайшего времени. Как вы уже поняли, пора поговорить и об услугах онлайн. Сайт болгарских железных дорог типичен для Болгарии и не отличается особым удобством или интуитивностью. А вкупе с аскетичным и неприветливым дизайном вызывает в целом неприятные ощущения, но лично я уже привык. Это что-то весьма типичное для Болгарии. Покупка билетов онлайн также далека от совершенства, не говоря уже о том, что нет мобильного приложения для того, чтобы это делать с вашего мобильного телефона или планшета. Но система работает, редко давая сбой. Только один раз за многие годы использования со мной случилось, что закупленный мною билет с местом онлайн уже продублировался в другом билете для другого пассажира, из-за чего мне пришлось ехать в купе начальника поезда вместе с кондуктором. Хорошо, что такое купе есть в скорых поездах, в котором для подобных случаев в форс-мажор зарезервированы несколько сидячих мест. И в этой поездке довелось поближе пообщаться с кондуктором, которая мне рассказала о многих проблемах внутри компании БДЖ. Поэтому все вышесказанное в этом ролике не просто наблюдение со стороны до работы с гуглом, а и в некоторой степени инсайдерская информация, особенно что касается компетентности служащих, их мотивации, оттока специалистов и их вознаграждения. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что болгарские железные дороги не спасут очередные поверхностные и половинчатые реформы или точечные финансовые вливания. Нет. Нужна комплексная и целенаправленная работа, то есть нужно разработать стратегический план развития БДЖ и серьезно заняться ее реформированием. Стоит еще упомянуть о попытках создать интермодальные станции пересадок железной дороги на городской транспорт, в частности на метрополитен Софии. В столице Болгарии уже созданы две такие новые платформы, с которых весьма удобно можно пересесть на метро и обратно. С моей точки зрения, это верное решение, и подобные станции пересадок нужно создавать не только в столице, а и в других городах, также интегрировать городской общественный транспорт с железнодорожной сетью страны. Что касается метро, то я уже выпустил отдельный большой и подробный фильм о Софийском метрополитене, в котором также говорю об этих интермодальных узлах. Ссылка на роликсы также находится в описании к этому видео, и только что появилась подсказка вверху экрана. Там лестница сама ходит, надо подъезд такой поставить. В этом видео я рискую далеко не все показать и рассказать про болгарские железные дороги. Но это не беда, так как оно не первое и не последнее по этой теме. В предыдущих своих роликах я в той или иной степени говорил о железных дорогах, а также и в будущем планирую возвращаться к этой теме, да и вообще к теме транспорта в Болгарии. Поэтому предлагаю вам подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы вы получали уведомления о выходе моих новых роликов. А еще у меня есть телеграм-канал, в котором я каждый день что-то публикую. Он не имеет четкого формата, и там я по большому счету публикую все, что меня интересует. Это прежде всего политика, музыка, кино, наука и техника, а также анонсы о грядущих роликах. Плюс подписчики телеграм-канала имеют относительно ранний доступ к моим новым роликам. Так что подписывайтесь, ссылка на него также в описании к видео. И напоследок немного о международных перевозках. Я помню, как в моем детстве мы часто ездили из Харькова в Болгарию и обратно на поездах. Но это были из состава советского формирования. Болгарских международных поездов не существовало на этих маршрутах. Уже в наши дни мне однажды довелось воспользоваться поездом из Будупешта в Вену. И это был довольно комфортный и современный поезд, а цена билета была вполне приемлемой. Что касается пересечения границы между Венгрией и Австрией, то оно произошло практически незаметно. Просто во время движения поезда наши документы проверили австрийские пограничники и пожелали приятного пути. Но что касается нынешней Болгарии, то в этом плане у нее не все так гладко. Международного поезда из Киева, а уж тем более из Москвы, давно не существует. Есть лишь поезда в соседнюю Румынию, в Турцию и в Грецию. И то насчет последнего я даже не уверен, так как пандемия коронавируса многие международные сообщения отменила, которые до сих пор не восстановлены. Про существование поездов в соседнюю Сербию мне ничего не известно. Если кто-то знает что-то об этом, поделитесь в комментариях. А с Македонией железнодорожного сообщения и вовсе не существует, так как не построена между странами железная дорога. Вот такая вот ирония. Между Болгарией и Македонией, страной, которую Болгария вполне заслуженно считает самой близкой исторически, А македонцев самым близким народом нет должного транспортного сообщения, да и вообще нормальных культурно-исторических связей. Но это тема отдельного ролика, который когда-нибудь появится на моем канале. Говоря о международных поездах, нельзя не поговорить и о самих пассажирах вновь, а также и о некоторых особенностях и обычаях, связанных с железнодорожным транспортом в Болгарии. Поскольку Болгария маленькая страна и поездки в среднем не занимают много времени, то привычки или, если хотите традиции, кушать в поездах тут нет. Равно как и нет бабушек на каждой станции, корулищих поезда, чтобы продать пассажирам пирожки или икурочку. На мой взгляд, это даже плюс, так как запах еды, порой не самый свежий или хорошо приготовленный, и прочая антисанитария, связанная с этим, лично мной не приветствуется. Однако нельзя не признать, что однажды в 2008 году, когда я ехал целых трое суток на поезде из Харькова на Крайний Север, то я купил у бабушек на одной из остановок самую вкусную красную рыбу, которую мне довелось когда-либо попробовать. Домашняя красная рыба не сравнится с покупкой в магазинах, ведь иногда реально вкусные продукты попадаются у бабушек с рук. Но в странах бывшего СССР это обусловлено большими расстояниями. Когда едешь несколько дней в поезде, то ты не можешь с собой взять еду на несколько дней наперед, поэтому логично, что приходится питаться в поезде, в том числе и покупать у бабушек и кушать в самих купе. Кстати, раньше в болгарских поездах были вагоны-рестораны, а также продавались напитки и снеки, которые прямо по вагонам разносили сотрудники БДЖ. Последний раз такую практику мне довелось наблюдать довольно давно, более 20 лет назад. Сейчас это все забыто, хотя читая разные специализированные форумы, то и дело натыкаешься на информацию, что хотят эту практику восстановить. Было бы неплохо, но, на мой взгляд, нужно учитывать все аспекты этого, так как тут может возникнуть проблема. И не столько в целесообразности и рентабельности этого, а в банальном отсутствии такой традиции и определенного воспитания. Это, к слову, о грязи в вагонах и общей поддержке и эксплуатации подвижного состава, о чем я говорил несколькими минутами ранее, как со стороны сотрудников БДЖ, так и со стороны пассажиров. Я же очень хотел бы увидеть появление в ближайшем времени нормальных и комфортных поездов в Болгарии, как связывающих большие города страны, так и международных, а также прокатиться на них. Но, увы, сейчас это не представляется возможным. Однако надежда, как говорится, умирает последней, поэтому я надеюсь и верю, что это действительно случится, причем скоро. А вы, мои дорогие зрители, можете в этом помочь, поставив лайк этому видео, но также поделившись им с вашими друзьями и близкими. Таким образом, у этого видео будет больше шансов, что его посмотрят больше людей, что может создать необходимый общественный резонанс, который дойдет до тех, кто имеет к управлению Болгарской железной дороги прямое отношение, чтобы хоть как-то повлиять на них, чтобы они наконец-то начали шевелиться в нужном направлении по пути модернизации и развития БДЖ, пока еще не совсем поздно. А на этой довольно оптимистичной ноте мое видео подошло к концу. До новых встреч!